Мы уже достаточно глубоко погрузились в специфику отражения финансовых результатов в бизнесе. И теперь нам нужно выстроить соответствие между целями предпринимателей и задачами финансовой службы или набором инструментов, которые нужно использовать для эффективного управления. Делается это на этом слайде. Цели бизнеса очень просты. Сохранить и приумножить капитал владельца. На первом месте всегда нужно решать задачу стабилизации или в данном случае задачу нужно решать сохранить капитал. Отвечает за решение этой задачи риск-менеджмент. Задача приумножения капитала разбивается на две. Мы видим это приумножение в виде прироста стоимости бизнеса и дивидендах, которые выплачиваются владельцу за собственный капитал. И соответственно для того, чтобы капитал приумножался, нужно реализовывать в организации, в финансовом контуре набор инструментов, которые здесь приведем. Начинается этот список с задачи управления денежными потоками. Чтобы вы не мучились, не записывали, я опять же раздаю вам распечатку этого слайда, чтобы оно у вас осталось, я надеюсь, достаточно надолго. Так, это вам. Соответственно, можно подумать, к какому масштабу бизнеса оптимизирован этот перечень задач. Я могу сразу сказать, что этот перечень целесообразно иметь в бизнесе среднего масштаба. Для малого бизнеса это слишком широкий перечень. Для того, чтобы задачи эти решались, нужна финансовая служба в составе трех-пяти человек. А в малом бизнесе, как мы понимаем, максимум, кого мы можем наблюдать, это одного финансиста, это или начальник финансового отдела, в единственном числе, или финансовый директор. То есть, вот таким образом выстраивается соотношение между целями владельцев, между теми задачами, которые они должны решать для того, чтобы себя должным образом вознаградить, и задачами финансовой службы. И вот если это соотношение выстроено и выдерживается, то у акционеров и предпринимателей больше шансов получать вознаграждение за эффективный бизнес. Продолжение следует...